приветствую дорогие друзья вы смотрите канал ok english с вами елена виктор новогнистая вы попали в плейлист 150 английских разговорных фраз сегодня 146 урок и фразы keep me in the loop я думаю что многие эту фразу знают если смотрят сериалы очень часто она фигурирует когда речь о каких-то делах о каких-то планах когда может появиться какая-то новая информация up to date information и важно it's very important that someone keeps you in the loop right дословно переводится как держи меня в кольце да но что это означает сейчас узнаем поехали ну что ж фраза keep me in the loop означает держи меня в курсе the meaning of this phrase the meaning of this phrase to be informed about everything regarding that subject то есть эта фраза означает что необходимо кого-то информировать по поводу всего что связано с данным предметом keep me in the loop the explanation loop is a cycle or a continual circular motion like this again 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 circular motion right when you are not in the circle then you don't know what is going on so being in the loop is indicating that you're aware of the situation being kept in the loop is asking someone to keep you informed about what is happening so now let's translate кольцо loop это круг или это повторяющееся круговое движение движение по кругу да circular движение по кругу когда вы не в круге то вы не знаете что происходит да то есть даже наверное circle как как цикл да то есть когда вы них не попадаете в этот цикл то вы из него соответственно выпадаете и вы не знаете что происходит вне и поэтому оборот being in the loop он указывает что вы в курсе ситуации you are aware вы знаете все детали вы находитесь в курсе этой ситуации being captain the loop соответственно оборот когда вас держат в курсе keep me in the loop да когда вы так просите то вы просите человека you ask someone to keep you informed вы просите чтобы вам сообщали информацию поддерживали вашу информированность about what is happening по поводу того что происходит а теперь мы с вами посмотрим примеры i really want to know what happens so keep me in the loop я правда хочу знать что происходит поэтому держи меня в курсе или же этот оборот редко будет меняться часто он будет использоваться именно как призыв keep me in the loop держи меня в курсе дел держи меня в курсе событий keep calm and keep me in the loop very nice now keep me in the loop so i'm included держи меня в курсе так чтобы я был включен в эту ситуацию include включить что-то куда-то thanks for the update keep me in the loop спасибо за update держи меня в курсе апдейт это когда вам дают самую последнюю информацию в компьютере используется термин апдейт то есть когда вы обновляете например какой-нибудь драйвер или прошивку до самой последней текущей версии то есть и апдейт и и апдейт и you get the most the news may be information ну вот такой вот оборот не знаю что еще добавить давайте просто побольше ситуации посмотрим посмотрим диалог где используется этот оборот а им милинг вызмай бастю море балды презентации я завтра встречаюсь боссом по поводу презентации держи меня в курсе и сообщи мне что он скажет хорошо я тебе сообщу keep me in the loop окей и так а им милинг вызмай бастю море кто внимательно знает почему здесь present continuous а им митинг и слова tomorrow напоминаю что в английском языке по правилам английского языка если вы хотите сказать что сто процентов ситуация случится как будто она уже происходит да и вряд ли что-то изменится это ситуация случится в будущем вы имеете полное право и это даже очень хорошо и грамматически верно использовать present continuous а им митинг with my boss tomorrow именно поэтому здесь слою tomorrow и а митинг они айвул мит окей и по поводу чего about the presentation по поводу презентации и человек говорит ну that's important keep me in the loop держи меня в курсе дел and let me know what he says и сообщи мне или дай мне знать более близкий перевод что он скажет ok i will let you know хорошо я тебе дам знать я тебе все расскажу все очень просто мне кажется здесь обсуждать нечего и еще как можно об этом сказать other common senses keep me informed and make sure i'm included то есть держи меня информированным мы видели уже этот оборот и make sure i'm included также слова included мы уже с вами видели то есть убедись что я как бы вовлечен в процесс я включен в этот процесс i'm included это пассивный залог be included да он может быть чуть меньше подходит данной ситуации на keep me informed практически то же самое что keep me in the loop просто keep me in the loop это более сленговый вариант keep informed keep me informed это уже такой straight forward да простой вариант без каких-то излишеств но мы можем его считать более официальным и далее друзья мы мы с вами переходим уже к практике и к повторению первое что мы с вами сделаем мы еще раз встряхнем все знания которые мы получили и просто повторим вслух напоминаю важно именно вслух все наши примеры я буду их зачитывать если предложение длинное буду делать паузу в середине и в паузах ваша задача повторить опять же вслух все это все что вы видите на экране я не знаю что ли это это все что вы видите на экране и в данной игре я не знаю что вы видите на экране я передаю Keep me in the loop. I'm meeting with my boss tomorrow about the presentation. Keep me in the loop and let me know what he says. Okay, I will let you know. Keep me informed. Make sure I'm included. И последнее задание, вернее, наверное, все-таки предпоследнее задание на сегодня. Работаем с обратным переводом. Мега эффективное задание. Естественно, если его делать, а не просто знать для галочки, что оно существует. Собственно, как и любое задание. Итак, что мы здесь делаем? Первое. Мы берем листья к ручку и записываем письменный перевод. Это тренировка письма. Потом сверяемся с оригиналом, смотрим, что сошлось. Если все сошлось, ставим себе пятерку, 12 баллов, кому там что, галочку зеленую, кому что приятнее. Задание номер два. Берем свой телефон, включаем секундомер и начинаем делать перевод. Ваша задача уложиться за 30 секунд с переводом. Это уже более сложное задание, но тренирует навык письма, навык речи. Причем беглая речь, когда вы не думаете 5 минут, а говорите с леду. Так, чтобы усложнить задание, запишите себя еще на диктофон и переслушайте, насколько качественна ваша речь. Насколько она быстрая, качественна. Если что-то вас раздражает, то уже слышите, над чем нужно работать, что нужно исправлять. И, друзья мои, последнее самое. Сейчас вы услышите начитку дикторов. Диктор читает у нас с американским акцентом. И это ваш эталон. Вы должны повторять, конечно же, не за мной, а за ним в первую очередь. Потому что это то, к чему мы стремимся. Помним, что очень трудно до конца вытравить акцент, только если вы не одаренный в плане лингвистики человек. И если вы с детства не тренировали правильно английский. Если вы уже не имеете этого, просто стараемся говорить максимально качественно, насколько это возможно. И не переживаем ни в коем случае, если не получается. Прямо идеально, как у диктора. Самое главное, чтобы русский акцент не звучал. Ярко не звучал. Ну, все на этом, пожалуй, все, друзья мои. Если урок вам понравился, жмите лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал OK English. Подписывайтесь на инстаграм. Подписывайтесь на Вконтакте. Везде подписывайтесь. Следите за новостями, за информацией, которую я там выкладываю. И до скорой встречи в новых уроках. And now let's listen to our audio examples. And see you. Bye. I really want to know what happens, so keep me in the loop. Keep me in the loop, so I'm included. Thanks for the update. Keep me in the loop. I am meeting with my boss tomorrow about the presentation. Keep me in the loop and let me know what he says. Okay, I will let you know. Keep me informed. Make sure I am included. I will let you know what he said. But we're input. Keep me in the loop.